Продолжение следует... Но некоторые из них ведут двойную жизнь. Это скрытый мир, где делятся видео, на которых женщин накачивают наркотиками, насилуют и унижают. В клубе была одна комната. Что бы там ни происходило, этого бы никто не услышал. Рок и ром! Их преступления никогда бы не увидели свет, если бы не слитая тайная переписка. Она была в отключке, я снимался вспышкой. Ха-ха, ты изнасиловал ее. Это история о тех, кто пытался привлечь их к ответственности. Придя домой, я... я была в шоке. Мне начать со сговора с полицией, с сексуальных домогательств или незаконной съемки. Я не знала, с чего начать. Мне было очень тяжело. Хе-хе. А? Да, она в отключке. Ну и что с того? Пришли мне, наконец, видео, где девушка в сознании. Привет, друг. Burning Sun Обнародование секретных кей-поп-чатов. Расследование Меня зовут Ганг Кён Юн. Если вы спросите меня, зачем я стала журналистом в сфере развлечений, потому что я считаю, что эта сфера недостаточно освещена. Деньги, власть, наркотики, женщины, секс. Чем больше я работала в этой сфере, тем ниже я опускалась на дно этого общества. На самое его дно. Причиной расследования стала кей-поп-звезда, которую поймали за тайной съемкой женщины. Преступление, известное как молька. Слово «молька» существует только в корейском. Оно означает «незаконно снятые кадры». Ничего не знающая женщина становится заложницей ситуации, в которой ее унижают. Молька может происходить в абсолютно разных местах. В общественных, таких как раздевалки или туалеты. Ее также могут совершать в отношениях с целью разрушить чью-то жизнь. И когда кадры получены, их могут распространить. Я журналист Пак Хёшиль. Я была первым репортером, рассказавшим о том, что Чон Джуньона обвинили в сексуальных домогательствах 23 сентября 2016 года. Нам дали наводку, что Чон Джуньон тайком снимал свою девушку. И она, в свою очередь, обвинила его в молька. Чон Джуньон стал известен как певец и композитор, выпустив такую балладу, как Эмми. У него был более грубый имидж, нежели у обычных кей-поп-звезд. Критики высоко оценивали его творчество, а девушки просто сходили с ума. Я выложила статью в пятницу вечером, примерно в 22.50, и написала, что это срочные новости. Вслед за мной многие издательства как с цепи сорвались, пытаясь подтвердить эту историю. Будем звать ее Кён Ми. Они занимались сексом у него дома, и Чон Джуньон снимал молька. А Кён Ми поймала его на этом. Переживая за то, что эти видео могут распространить по всей сети, Кён Ми написала заявление, сказав, что это молька. Спустя два дня полиция допросила Чона. Во время допроса большой проблемой стало то, что Чон категорически отказывался отдавать свой телефон полиции. Если бы он отдал телефон полиции, то они смогли бы провести судебную экспертизу. Скорее всего, он переживал, что они восстановят удаленные файлы. Поэтому, посоветовавшись со своим адвокатом, он решил отдать телефон частной компании судмедэкспертов. Узнав об этом, полиция решила запросить отчет, вместо того, чтобы провести досмотр телефона самим. Стало очевидно, что они специально торопили дело, чтобы просто замять его как можно скорее. Позже всплыла запись, на которой адвокат Чона оказывает давление на судебных экспертов. Мы говорили с полицией, они скоро приедут. Я позвонил, потому что неважно, можно их восстановить или нет. Но полиция сказала, что будет лучше сказать, что их невозможно восстановить. Это просто ненужное судебное разбирательство. Была организована пресс-конференция, чтобы очистить его имя. Я и представить не мог, что шутка, которая должна была оставаться между нами, станет известна общественности и разрастется в огромный скандал. Я ошибался, когда думал, что если я не виновен, то все тихо уляжется. Общественность видела в Чонжуньоне жертву. Его фанаты были в ярости, ведь их кумира фактически публично оклеветали. Досталось и мне, поскольку я первая выложила статью об этом. Полиция никогда не проверяла телефон Чона, а он думал, что вышел сухим из воды. Но он не знал, что была сделана точная копия данных его телефона. Три года спустя, человек, имевший доступ к его данным, решил слить их. В итоге, эта информация дошла до журналиста Кан. В Какао-Токе мне прислали переписку, в которой были сообщения Чонжуньона в период между 2015 и 2016 годом. Из этих данных стало известно, что он состоял в мужском чате в популярном мессенджере Какао-Ток. Друзьяшки! Теперь все эти шлюшки работают в баре. Мерзкое зрелище. Еще недавно были моими игрушками, а теперь они мусор. У меня до сих пор болит сердце, когда я вспоминаю тот чат. Я не знала, что там все так серьезно. Пролистывая чат, я думала, что увижу там только мольку Кён Ми из 2016 года. Однако реальность оказалась намного хуже моих ожиданий. Намного. Там не было видео с Кён Ми. Однако Кан нашла множество других видеоученых с женщинами. На кадрах она начала узнавать и других знаменитостей. На этом видео видно, как Чон склоняет девушку к распитию алкоголя с другой звездой кей-попа, Чхве Джон Хуном. Чхве, давай еще раз. Поцелуй охерить, какой секси был. Правда? Да. Охерить, как секси. Я не хочу. Давай еще раз. Чхве Джон Хун состоял в рок-группе FT Island. Он был главным гитаристом, и на их концертах ему отводилась центральная сцена. Из того чата можно было понять, что Чхве Джон Хун, как и Чон Джон Ён, был буквально помешан на девушках. Однако по сравнению с другими членами этой компании, он был довольно послушным. Редко проявлял инициативу и безоговорочно подчинялся приказом Сэн Ри. Сэн Ри являлся самой крупной мегазвездой в их компании. Он прославился благодаря популярнейшей кей-поп-группе Биг Бэнк. Также у него была сольная карьера. Он провозгласил себя корейским Джейм Гэтсби. А в своих видео он вовсю показывал свой тусовочный стиль жизни. Прямо как Гэтсби из великого Гэтсби, он преуспел в раннем возрасте и был одним из немногих, кто закатывал величайшие вечеринки. По этой причине он называл себя Сэнсби, связывая себя с Гэтсби. Кан начала в хронологическом порядке читать сообщения в какао-токе, отслеживая тайную жизнь друзей знаменитостей. Сообщения начинаются с конца 15-го года, когда Сэн Ри провел серию вечеринок в честь своего дня рождения. Сэн Ри пригласил на них потенциальных бизнес-партнеров и предупредил Чона вести себя подобающе. Эта вечеринка очень важна для нашего будущего. Не попадите в неприятности. Не нервничай. Я нервничаю, когда ты целуешься в клубе с высунутым языком. У Сэн Ри были инвесторы в Японии, в Китае, Гонконге и Тайване. Благодаря своей репутации, когда он туда ездил, он мог найти контакт с самыми богатыми людьми. Он видел крупные возможности для расширения бизнеса и считал, что может стать одним из богатейших людей Кореи. Похоже, у Кэ гостей с Тайваня. Я позабочусь о них. О девушках тоже? Приведи тех, кто хорошо делает свою работу. Я пока приглашу дешевок. Я вызвал проституток. Позаботься о них, когда они приедут. Для Сэн Ри девушки служили инструментом, чтобы получить инвестиции от богатых людей. Месяц спустя Чон, Чхвэй и четыре других участника чата поехали кататься на лыжах на курорт рядом с Сеулом. Эта реклама показывает элитные условия их отдыха. Именно в сообщениях этой поездки Кан увидела доказательства сексуальных домогательств. Группа Чхвэй и Чон пригласила подруг Чхвэй на лыжный курорт. Они вместе катались на лыжах и начали вместе выпивать. Те девушки потом рассказали, что спустя какое-то время, после того, как они выпили, у них пропали почти все воспоминания. Восемь часов вечера друг Сэн Ри прислал в чат видео, чтобы Сэн Ри, который не поехал с ними, посмотрел его. Кто это? Хе-хе. Его подруга, которая много болтает. Появилось несколько незаконно снятых материалов. Было фото, снятое со второго этажа, с видом на первый этаж. Еще было видео, на котором мужчина с женщиной занимались сексом, снятое сзади через открытую дверь. Словно это какая-то шутка. На фотографиях было изображено изнасилование бессознательных женщин, которые сделал другой участник чата, друг Чона и Чхве. По этим фотографиям я поняла, что эти женщины вообще не осознавали происходящего. Но понять, кто сделал эти материалы и кем были жертвы, было невозможно. Я задавалась вопросом, зачем эти мужчины делали такие фотографии, Кан начинает замечать закономерное насилие. Она находит сообщения, отправленные два месяца спустя, которые явно доказывают, что кей-поп-звезды совершали сексуальные домогательства. Это произошло в марте 16-го года, когда у Чон Джуньона был фансайн в Тайгу. За день до него в отеле поблизости изнасиловали девушку, находящуюся в бессознательном состоянии. Как тебе вчерашняя девушка из Тайгу? Самая весёлая ночь в моей жизни. Ха-ха-ха, боже. Эй, Ким, нас вчера поймали, потому что ты фонарик включил. Нахер ты это сделал? Да ладно, это было угарно. Женщина подверглась групповому изнасилованию Чонам и Чхве в присутствии других друзей и участников чата. Они сказали, что она была настолько пьяна, что чуть не разбила свою голову. Я испугался вчера, думал, у неё сотрясение. Был звук треска черепа, когда она упала. Мы с Чоном просто охренели. Поскольку большая часть их фанатов – девушки, они постоянно старались создать милый образ, но эти сообщения показывают их истинные лица. Они вовсе не милые айдолы, а отвратительные люди, которые использовали женщин как игрушки, делали так, чтобы они не смогли дать отпор или же оскорбить их. Из-за их милого образа их сложно было ненавидеть. Они хвастались своими поступками, словно те девушки были какими-то трофеями. По мере прочтения сообщений из группового чата, Кан нашла причину, почему эта компания считала себя выше закона. В чате Чона было две части. Первое – сексуальное насилие Чона и его друзей. Второе – подозрение в сговоре с полицией. Чхве из ФТ Айленд поймали на пьяном вождении, но тогда его защитил какой-то полицейский. Когда я это увидела, то не могла поверить своим глазам. Сегодня мне позвонили из участка Йон Сан. Что сказали? Полицейский, отвечающий за моё дело, поздравил меня с днём рождения. Чхве хороший опыт получил. Побегал от полиции. Представляю, какой азарт. Неосознанно приходишь к выводу, что за Сэн Ри и его дружками стоял очень влиятельный полицейский. Фактически, в этом мире Сэн Ри был боссом. Друзья прислали это видео Сэн Ри. С ним была девушка на вечеринке. Нахождение Сэн Ри в одной из крупнейших кей-поп-групп Биг Бэнг давало ему безграничное влияние. Хочешь, чтобы я тебя уважала? Надо относиться с уважением. Хорошо. Уважение должно быть во всём. Может, я и участник Биг Бэнг. Но тут… Я знаю, ты такой добрый. Он верил, что после одного его слова люди из Кореи, Китая и Америки сразу же ему помогут. И что, по крайней мере, клуб в Каннаме поможет ему выбраться из всего этого. Каннам – это элитный район Сеула. Однако днём и ночью город совершенно разный. Днём там много шикарных ресторанов, бутиков и крупных компаний. Ночью же там открывается множество ночных клубов, баров и заведений для развлечения взрослых. Сын Ри использует свои контакты с полицией и инвесторами, чтобы стать крупным игроком прибыльного бизнеса ночных клубов Каннама. Из какао-чата стало известно, что кто-то под именем генеральный прокурор полиции помогал ему защитить его бизнес. Кто-то вчера из другого бара сделал кучу фоток интерьера и что-то вынюхивал, но генеральный прокурор полиции сказал, что это из зависти. Переживать не о чем, он во всём разберётся. Сын Ри стал партнёром богатого бизнесмена из чата, постепенно вовлекая его популярных друзей. С Чон Джун Ёном и Чхэ Джун Хуном они создали собственное питейное заведение под названием Милданг Поча. Это заведение посещало много людей, и продажи шли в гору. Через несколько дней после открытия Чон начал записывать Молька в заведении. Он отправлял их в личные сообщения своему другу. Какой угар! Я оттрахал её в коридоре на третьем этаже и всё записал. Именно в это время, в августе 16-го, данные телефона Чона заканчиваются, потому что жертва Кён Ми обвинила его в Молька, и он отдал телефон судебным экспертам. Но полиция не проверила его сообщения, и его оправдали. Фанаты атаковали репортера Пак, которая первая предала огласке дела Чона, а мужчины начали называть себя антифеминистами. Пак со своей статьёй пытается угробить жизнь человека. У меня сердце разрывается от того, что Чон плачет. Ему, наверное, плохо. Пак, сдохни! Первой волной нападок стали комментарии и письма с угрозами. Примерно через полгода мне начали звонить поздно ночью. Звонки начинались в два часа ночи и продолжались несколько часов, примерно до пяти утра. Если же я не брала трубку, мне начинали присылать непристойные сообщения и ругательства. Я тогда была беременна, и у меня был сильнейший шок. Было действительно жутко. Ну и рожа. Так и хочется на неё наступить. Какая же ты тварь! Мне было так плохо морально, что я не могла выйти из дома. Было очень тяжело. После этого у меня случилось два выкидыша, и теперь я бесплодна. Было очень тяжело, но сдаться я не могла, ведь это означало бы, что они победили. Иначе другие девушки-журналистки могли бы оказаться в такой же ситуации. Поэтому мне нужно было выстоять любой ценой. Мне было больно наблюдать за происходящими событиями. И когда я писала статью о деле Чон Джуньона, я очень сильно переживала о том, что на меня обрушатся такие же или даже хуже нападки фанатов. Эмоционально это было очень непросто. Амбиции друзей продолжали расти. Пути любви неисповедимы? Нет, любовь происходит по движению пальца. Сен-Ри стал лицом Тиндера в Южной Корее. Давай встретимся. Тиндер. И он затевает смелейшую бизнес-идею. Запуск крупнейшего клуба в Каннаме. Но как директору ему нужны вложения. В декабре 2017 года он арендует остров на Филиппинах на свой день рождения. На это мероприятие Сен-Ри привез десятки молодых девушек из Кореи на курорт Палаван, которые находятся на Филиппинах. На эту вечеринку он пригласил богатых людей, от которых хотел получить инвестиции. Благодаря этим связям он получил крупные инвестиции и смог открыть клуб с названием Burning Sun. На то время это был самый крупный клуб в Каннаме. Клуб находился в отеле «Ле Меридиен» в Каннаме. Сейчас он заброшен. Во времена открытия Burning Sun был самым престижным ночным клубом Южной Кореи. Бывшие сотрудники согласились на разговор с нами только при условии, что их личности останутся в тайне. Их называли MD, сокращенно от «мерчендайз». Они отвечали за то, чтобы девушки обслуживали VIP-гостей. Мы встречали гостей или VIP-гостей на входе и спускались по лестнице. Там было неяркое освещение. Но если пройдете вглубь, увидите главный бар. Оттуда мы сопровождали гостей к сцене. А VIP-гостей отводили прямо к их столикам. О богатых VIP-гостей переживать не надо было. Они приходили со своими охранниками. Мы услышали, что клуб открывался в Ля-Меридьен. И что им будет управлять Сын Ри. Поэтому все этого очень ждали. Бернин Сан был особым клубом. Потому что директор Сын Ри был там диджеем. Что привлекало много девушек. И все больше парней бронировали там столики. КОЛ ИН САН КОЛ ИН САН Журналист, который один из первых провел расследование о Бернинг САН. Чтобы забронировать там столик, надо заплатить минимум полтора миллиона вон. А на выходных семь с половиной миллионов вон. На Хэллоуин или Рождество цена достигала 75 миллионов вон за столик. Выстраивались десятки девушек. Зажигая фейерверки и крича. Вынося билборд, показывая, что именно этот человек заплатил 75 миллионов вон. ВИПы же столько денег платили за вход. Очевидно, что они ожидали чего-то особенного. Я же отдал столько денег. Чем вы можете мне угодить взамен? Поэтому они начали делать секретные места только для ВИПов. Чтобы привлечь посетителей мужчин, МД фотографировали красивых пьяных девушек тайно, без разрешения. И присылали фотографии ВИПам. Чтобы общаться в клубе, МД переписывались в какао-токе. ВИП-комната ищет горячую девушку. Хорошо, сейчас поищу. Он меня преследует. Помогите с поисками. Горячая больше не нужна. Найдите просто симпатичную. Ладно, я поищу. Помогите мне сделать хоумран. Часто использовали препараты для изнасилования. Обычно их использовали посетители из приватных комнат. В глубине клуба была одна комната. У нее стояло много охраны. И что бы там ни происходило, этого никто не слышал. Я почти каждый день видел, как в Бёрнинг-сан девушек накачивают этими препаратами, и они теряют сознание. Один ВИП-клиент рассказал мне, что если ВИП выбрал девушку и сказал, приведите ее ко мне, «Надо было сделать все, чтобы лишить ее сознания». Затем ВИП отводил ее в отель, или они ехали в другое место. Молодая девушка, которая была постоянным посетителем Бёрнинг-сан, согласилась поделиться с нами своим опытом. Мы защищаем ее личность. Когда я ходила в Бёрнинг-сан, мы там просто бронировали столик, я и мои подружки. Кажется, это случилось после одного-двух напитков. Я пошла с подругой в туалет и сказала, «Я странно себя чувствую. Я пьянею быстрее обычного. Видимо, мне больше не стоит пить». Потом мы вернулись за столик. Я почувствовала себя странно, и когда я очнулась, я увидела, что нахожусь в кровати. Она неожиданно оказалась в номере отеля с мужчиной, который угощал ее напитками в клубе. Он вдруг бросился на меня и начал агрессивно срывать с меня одежду. Я пыталась закричать, но он закрыл мне рот. Я изо всех сил старалась освободиться и несколько раз пыталась подняться, но он сел на меня сверху и придавил. Я не могла ничего сделать под тяжестью его тела. Он зажал двумя руками мой рот, чтобы я не могла кричать. Постоянно давил на мою грудную клетку, как это делают врачи, когда пытаются спасти кого-то. Я не могла дышать. Мне было очень больно. Особенно сильно болели ребра из-за его веса. Сколько бы я ни сопротивлялась, ничего не менялось. Поэтому я просто сдалась. Я боялась, что иначе он убьет меня. Мне было ужасно больно, но он не прекращал. Продолжал меня домогаться по-всякому. Я просто сдалась и лежала на кровати. Когда всё кончилось, мне стало тошно. Я схватила мусорное ведро и меня вырвало. После этого я встала на колени и стала умолять, чтобы меня отпустили домой. Я говорила, что меня ждёт мама и умоляла в слезах. Он сказал, что отпустит меня, когда сфотографирует. Велел улыбнуться, но я не могла. Мне просто хотелось закрыть лицо руками. И он не позволил, и я сделала пальцами Ви. После этого мне удалось сбежать. Но та ночь до сих пор как в тумане. Девушка заявляет в полицию об изнасиловании. Мужчина утверждает, что секс был по согласию и в доказательство приводит фото. Ему позволили покинуть Корею. В той скрытой комнате творились невообразимые вещи, но об этом никто не знал. Со временем она стала этакой обителью зла. В клубах Канама творилось такое беззаконие, потому что полиция туда не заходила и не вмешивалась в происходящее. Работники клубов на интервью рассказывали мне, как давали взятки полиции, лишь бы скрыть происшествие. В январе 19-го года империи Сынри нанесли открытый удар. Посетитель Бёрнинг Сан заявил, что его избили работники клуба, а стоявшие рядом полицейские бездействовали. На записях с камер наблюдения видно, как его избивают на улице. Молодой человек пострадал от рук охранников клуба. Он получил серьезные повреждения ребер, а полиция, которая была поблизости, арестовала не нападавших, а самого пострадавшего. В это же время появляется запись того, как работники клуба тащат наружу девушку. Проблемы раскрывались одна за другой, и ситуация начала выходить из-под контроля. Затем общественность была шокирована новым видео, записанным внутри клуба. Оно известно, как видео из красного туалета. Оно набирает популярность на порно-сайтах. Один из работников рассказал мне, что VIP-клиент позвал его в туалет и попросил снять видео. Видео сняли, и оно разлетелось в интернете. Он переживал, что из-за этого могут начаться проблемы. На том видео была девушка с отсутствующим выражением лица и совершенно голая. В то время много подобных видео, да и фото снимали и распространяли. Так что я не воспринял тот случай всерьез. под давлением полиции и СМИ менеджменту Burning Sun пришлось принять решение. Представитель Burning Sun заявил, что клуб прекращает свою работу по внутренним причинам. Сын Ри обращается к своим фанатам во время своего сольного концерта. Прошу прощения за все недоразумения, которые произошли из-за меня. За то, что заставил волноваться, разочаровал или вызвал беспокойство у фанатов. С прошлого года, когда я открыл свой бизнес, в СМИ стали появляться определенные фото, из-за которых я получил прозвище Сэнсби. Мне стоило быть скромнее. Когда закрылся Burning Sun, Сэн Ри ведь сравнивал себя с Гэтсби, помните? В тот момент словно закрылись двери в королевство Сэнсби. Кан понимает, что данные с телефона от информатора, доказывающие вину Сэн Ри и его друзей наделают много шума. Во время своего расследования я была беременна. Меня мучила ужасная тошнота. И когда я листала переписки Чон Джун Юна, то постоянно испытывала чувство тошноты. Мне приходилось постоянно бегать в туалет и возвращаться к чтению. Я не рассказывала ни коллегам, ни родственникам, ни даже мужу. Я все держала в себе. Муж знал, что я вынашиваю ребенка, но понятия не имел о моем расследовании. Это был большой секрет. Казалось бы, самое важное в моей жизни тогда происходило внутри моего тела, но я не могла бросить свое дело. А невозможность предсказать, что из этого дела получится, очень меня тяготила. Я чувствовала себя одинокой и обессиленной. меня зовут Бан Джон Хён. Я работаю адвокатом Южной Кореи. Впервые я столкнулся с этими чатами, когда анонимный информант оставил USB-носитель с данными в почтовом ящике моего офиса. Там оказались данные с телефона музыканта Чон Джуньёна. Я решил, что их нужно обнародовать в СМИ. И стал работать вместе с журналисткой КАН. КАН обращается к начальству на СБС, одном из ведущих каналов страны. И получает разрешение опубликовать статью о СНРИ, а также переписку с телефона неназванной знаменитости о том, что он поставлял проституток для инвесторов в клубах. Я переживала, поверят ли мне. Ведь все-таки я светский обозреватель, а выдвигаю столь серьезные обвинения. Смогут ли мои слова убедить людей? Определенно меня это очень сильно волновало. Новость немедленно выходит на первые полосы. В считанные часы СНРИ прибывает в полицейский участок для дачи показаний. Ну, для начала сегодня утром я обратился в полицию с просьбой тщательно меня допросить. Я намерен развеять подозрения как можно скорее и изо всех сил содействовать следствию. Насчет проституции и наркотиков Бернинг Санна. Спасибо. Ответьте на вопрос. Допрос длится почти девять часов. В интернете уйма предположений с телефона какой знаменитости взяты доказательства. Кан пытается подтвердить подлинность других ключевых улик. Речь идет о сообщениях, которые намекают на связи звезд в полиции. Ю вчера писал генпрокурору «Скоро с тем, кто нас дал, разберутся». В чатах часто упоминается человек, который работает в полиции. Кто он такой? Это и был ключевой вопрос. И на тот момент мы были очень запутаны этим. Тогда появилась Гу Хара и открыла мне путь к ответу. Хара была успешной сольной певицей и участницей кей-поп группы «Кара». Ее знали и за пределами Кореи, например, за песню «Вайлд» на японском. Она имела имидж лихой и независимой девушки. Я до сих пор помню, как она позвонила и представилась. Госпожа журналист это Хара. Она сказала, что хочет всеми силами нам помочь. Я была очень благодарна. Гу Хара и Чхэ Джон Хун близко общались с дебюта. Сын Ри и Чон Джун Ё нам они тоже были знакомы. Она поделилась, что в кругу друзей на встречах видела, как эти двое часто сидели в телефонах и у них там было нечто странное. И она согласилась с тем, что я писала в статье. Она спросила, чем может помочь, и я честно ей ответила. Мне нужно узнать, что за полицейский у них в чате. Но сама этого я сделать не могу. Может быть, вы попробуете выяснить. Затем Гу Хара позвонила Чхэ Джон Ху и задала нужные мне вопросы. Я Гу Ху Ин, старший брат Гу Хары. Моя сестра и Чхэ Джон Хун были близкими друзьями еще со времен стажерства. Она убедила Чхэ рассказать журналистке Кан все, что ему было известно. Когда Хара разговаривала с Джон Хуном по громкой связи, Я сидел рядом и все слышал. Она сказала Джон Хун я могу тебе помочь. Расскажи журналистке все как было. Кан ведет запись телефонного разговора с Чхэ. Она просит указать на полицейского упоминаемого в чате как генпрокурор. Судя по всему он вращается в верхушке, да? Да, да. Мы лично пересекались только однажды играли в гольф. Говорят, сейчас он в голубом доме. А раньше работал в полиции. Чхэ Джон Хун дал мне понять, что генпрокурор это не выдуманный образ, а вполне себе реальный человек по имени Юн Кюгин. Он служит в резиденции президента. Гухара помогала ему в этом признаться. Гухара была по-настоящему храброй девушкой. Она рассказала мне, что сама чуть не стала жертвой слива порно с целью мести. Гухара пострадала от незаконной съемки за год до этого. Она подала в полицию на бывшего, который угрожал слить ее интимные фотографии. я помню как парень угрожал уничтожить ее музыкальную карьеру став певицей сестра исполнила свою мечту рисковала все потерять поэтому так боялась публикации фото что на коленях умоляла парня не делать этого по интернету разлетается запись с камеры в доме хары где ее бывший заходит в лифт а хара стоит на коленях видимо умоляя не публиковать фотографии и когда я увидела что звезда блиставшая на сцене умоляла на коленях мужчину не публиковать ее фото мое сердце просто разрывалась от боли я понимаю что хара была в отчаянии от страха потерять все что у нее было в конце концов бывшего парня хары признали виновным в насилии и шантаже хара помогла кан дополнить недостающие детали расследования следующие два дня кан публикует две свои главные статьи которые тут же попадают в заголовки полиция начала расследование в отношении певца чон джуньона по подозрению в незаконные съемки и распространение порно он тогда был на съемках за границей но как только вышли мои статьи он вернулся в корею и был немедленно арестован скажите статьи о ваших переписках это правда вам есть что сказать потерпевшим может быть хотите сказать что-то зрителям и фанатам вы признаете обвинение старший инспектор юн упоминаемый в переписке сын ри и чон джуньона как ген прокурор снят с занимаемой должности на и действия недостойны сотрудника полиции бывший участник ft айланд чхве джон хун задержан как подозреваемый чхве обвиняется в распространении нелегальных видео а также в преступном сговоре с полицией особенность этого дела в том что многие жертвы даже не знали что они стали жертвами потому что видео были сняты тайна на самом деле во время расследования жертвы выходили на связь от беспокойства они так и говорили в такой-то промежуток времени я встречалась с этими людьми скажите видео со мной тоже есть я спустя считанные дни после разоблачения звезд кан кое-кто звонит та самая девушка из тегу где ученым был фан сайн в свое время девушка стала жертвой группового изнасилования чоном и чхве но сама даже не подозревала об этом мы встретились с ней вместе с адвокатом баном и спросили хочет ли она выдвинуть обвинение мы подтвердили что изнасилование имело место и она изъявила желание обратиться в суд а так и гиреса к куклу и крыши гурма и подобных звонков поступало много шесть из обратившихся к нам девушек он пожелали выдвинуть обвинение и джон минг дон катетон гая азан кунтон кое-что их объединяло Вопрос о том, распространяли ли видео с ними, сильнее всего тревожил каждую. Эта тревога свойственна вообще всем жертвам таких преступлений. Я не мог ответить на их вопрос наверняка и злился сам на себя. Я не мог ответить на их вопрос. И без того напряженную ситуацию с правами женщин в стране. Десятки женщин выходят на протесты, требуя, чтобы полиция делала больше для их защиты. Для женщин в этой стране повсюду клуб Burning Sun. Некоторые мужчины жаловались на то, что несправедливо стали мишенью феминисток. Сегодня утром прошел обыск у директора Burning Sun по фамилии И. Друг и бизнес-партнер сын Ри выразил мнение о том, что если сообщения из чата трехлетней давности считаются преступлением, то все мужчины Кореи – преступники. Скажи-ка, что это? Это… После публикации статей, Кан подверглась жесткой травле. Я читала от фанатов этих людей весьма оскорбительные вещи. Напомню, что тогда я была… Меня называли феми-шлюхой. Брюхастой феми-шлюхой, левацкой феми-шлюхой. И все это приписывали к моему имени. Это продолжалось три года. Кей-поп-звезда Хара играет ключевую роль в разоблачении Кан – сговора звезд с полицией. Но вскоре она переживает личную трагедию. Ее близкая подруга Соли, которая также продвигала феминизм в Корее, покончила с собой. К сожалению, Соли не стала. И когда это случилось, Хара выступала в Японии. Она вышла на прямую трансляцию в абсолютно разбитом состоянии. Плакала и говорила. Соли, прости меня. Я обязательно приду на похороны. Даже на той трансляции было полно недовольных комментариев. В духе, как ты смеешь использовать смерть подруги для своей популярности. Я проснулась и никак не могу уснуть. Не спится. Ее вид в тот день почему-то меня очень сильно насторожил. Я почувствовала серьезную опасность, поэтому отправила ей сообщение. Хара, я восхищаюсь твоей смелостью. Надеюсь, ты будешь счастлива. Хара ответила, казалось бы, довольно радостно. Со мной все хорошо, я буду сильной. От ее ответа мне сразу же полегчало. Продолжение следует. Хара corresponds... Черный квадрат с подписью спокойного сна Думаю, после похорон сестры Мы пришли домой И жена рассказала мне, что беременна Сестру воспитывала тетя с папиной стороны И она, наверное, была бы рада сама стать тетей Я очень много плакал в одиночестве Мне было очень больно Если бы она не приняла тогда такое решение И прожила еще несколько дней То стала бы тетей Спустя пять дней после смерти Хары Суд приговорил Чонок к шести годам за групповое изнасилование в Тэгу Нелегальную съемку и хранение мольки Спустя три года Чон Джуньон снова оказался в центре внимания О моем репортаже тоже вспомнили И меня пригласили на радио для интервью О нем писали много комментариев И в большинстве просили у меня прощения Кое-кто даже признал, что писал комментарии за три года до этого Также многие выражали сочувствие за то, что мне пришлось пережить Когда-то дело Чон Джуньона меня сильно опозорило И заставило поверить, что я не достойна быть журналисткой Когда же моя репутация была полностью восстановлена Я была безумно счастлива И горделась собой как никогда Прошу прощения Чхве приговорили к двум с половиной годам За участие в групповом изнасиловании в Тэгу Старший инспектор Юн, известный как генпрокурор Был оправдан по всем обвинениям, связанным с участниками чатов Сын Ри признали виновным в предоставлении проституток инвесторам В растрате средств и подстрекательстве к насилию Апелляционный суд приговорил его к полутора годам заключения Несмотря на обвинительные приговоры столь известным людям По словам бывшего работника клуба В Каннаме мало что изменилось Разницы между Бёрнинг Сан и действующими клубами практически нет То, что происходило тогда, происходит до сих пор Хотя новости об опасности ГОМК были повсюду У меня в клубе до сих пор используют эти препараты Далеко не все пострадавшие в Бёрнинг Сан дошли до суда Вспоминая о случившемся, я не ожидаю, что справедливость восторжествует Это так и останется желанием Мне кажется, что это дело меня не задевает Но когда я говорю о нём Я не могу не плакать Думаю, что мне больше не грустно Но слёзы выступают сами И пускай мне тяжело Но я чувствую, что я должна говорить об этом при любой возможности Ведь новых жертв можно избежать только если люди будут знать о существующих Я хочу, чтобы насильник всю жизнь чувствовал вину Вот и площадка Спустя три года Кан до сих пор травит за её роль в разоблачении трёх кип-поп-звёзд По-моему, я бросила всего лишь один камушек в огромный пруд И пускай волна поднялась небольшая Но и на проблемы гендерного неравенства и власти На которые десятки лет закрывали глаза Как раз обратили должное внимание Хотя сейчас кажется, что поверхность пруда снова успокоилась Честно говоря, я впервые упоминаю об этом Но на самом деле Меня тоже однажды сфотографировали Без моего согласия Когда я это поняла Я выхватила телефон и нажала кнопку «Удалить» Это было во время моего студенчества То есть 20 лет назад И даже секундная мысль о том, что Моё фото может попасть в чужие руки Меня ужасно напугало Эта тревога преследует меня каждый день Чон Джуньон вышел из тюрьмы в марте 2024 года Преступления, связанные с тайной съёмкой и распространением видео Участились в 11 раз за последние 15 лет Озвучено творческой студией Фронда Роли озвучивали Не Асити и Ровной Спасибо за просмотр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok